всем привет с вами канал артмания и мы с димочкой готовим суп дима тут такую композицию сделал необычную ложка тут так стоит лук все так прям а тут бабушка нам принесла салатик сделал рыбку бульон этой рыбный сейчас мы картошку отдельно сварим и потом положим сюда бульончик так теперь мы с вами все гуляем только на балконе так вас выйдут на балконе все сидят дома видно что сидят дома некоторые не спят но в том доме все спят в основном но вот тех не знают не замечал вода что холодно так сегодня вообще же сейчас мы посмотрим другой дом смесь еще одно окно я кстати ни разу же еще не открывал нет запасы мои хранятся и это стакан из в больницу попаду короче стакан я его забыла убрать сумку другую палка тут вот кстати тот дом я еще вчера выходил вот видите вчера я выходила где-то сюда ночью три часа ночи было у них у всех свет горел эти сколько всех горел свет где подъезд окна я хотела посмотреть сегодня я забыла короче народ дома сидит не спит а Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, как поют птицы. Это классно! Начинается у меня утро сварки такого симпатичного компотика. Кстати, я его уже показывала, но покажу снова. Он просто будет бесподобно вкусный. Всего по чуть-чуть добавила. Опять получилось, что добавила слишком много. Я сверху залила холодной водой и буду разогревать сейчас ее. Они, как обычно, все делают. Кидают в горячую воду. У меня наоборот. Потом посмотрим, что там получилось. Захожу в свою комнату. Думаю, сейчас поем шоколад. А здесь, смотрите, что. Пришел Дима. Не знал, навешивать шоколад. И разломал его на мелкие кусочки. Вот так вот. Оставлять шоколад. Я слышу, он что-то ломает. Я думала, он ломает вот эти вот чипсы. Я думаю, все, сейчас будет одна крошка от них. Нет, оказывается, шоколад ломает. Вот так вот. Привет, наши хорошие друзья и гости нашего канала. Да, Дима бесится, бесится, бесится уже. Наверное, третий день. Прям у него вообще просто кошмарные бесючки. Он скачет, скачет, скачет. Целый день скачет. Вот как-то бывает у него периодами. То вот прям бесючки, то потом спокойный малыш. Да? Мы сидим сейчас дома. Как видите, да, дома мы ждем врача. Врач должен до 12, я так понимаю, прийти. Но время уже... Фокусируйся. Уже почти что полдвенадцатого, да? Да, покажи. У него вот здесь вот на подбородке чего-то появилось. И уже давно довольно появилось, да? Что ты смотришь? Сюда смотришь. Довольно давно уже появилось. И поэтому мы вызвали врача, потому что у нас никак не проходит она, да? Да, Димочка? Никак не проходит у тебя. Куда ты смотришь? Никак у тебя не проходит. Уже почти что где-то с 9 марта. А сегодня у нас уже 2 или 3 апреля. По-моему, 3 апреля и до сих пор никак не проходит. Я все думала из-за продуктов. Убирала постепенно разные продукты. Но бесполезно. Потом я в WhatsApp написала нашему педиатру. Отправила фотку. Она дала название крема. Мы начали мазать. И уже дней 7, наверное, 5-7 дней мы уже мажем. С 28 марта. 29, 30, 31. Тут 5-6 дней мажем где-то. Где-то 6 дней. А в этом инструкции я почитала там 7 дней. Надо мазать. 7 или 10, что ли? Вроде. А потом перерыв. Я думала, блин, ну там нифига не проходит. Короче, вчера вызвала врача. Мы на карантине. Вот. Я думала, врачи приезжают только по... Ну, если у ребенка температура, но нет. Даже так приезжают. Видимо, сейчас карантин, поэтому они разъезжают. И мы ждем. Нам сказали даже подъедет наш педиатр. Это супер, если она подъедет. Потому что у меня к ней очень много вопросов опять накопилось. Я на самом деле... Где она? А вот. У меня вот есть такая вот тетрадка. Вот. Тут написано педиатру. Здесь тут все вопросы. И она у меня вот. Уже вот с самого рождения Димы. То есть вот он родился. Сколько он весил? 4,670. 4 килограмма аж прям весил. Рост его 56. Вот он. До этого вот у меня была... То есть я ходила беременная. Что-то у меня... То есть еще гинекологу вот ходила. Все записывала. Гинекологу прям... А, нет. Что-то тут мало. Наверное, другая тетрадка была. Гинекологу еще прям говорила. Вау, говорит, ты такая молодец. Ты все записываешь. Вот. А потом вот я родила. Вот она начала просто. У меня там чего-то было. А, нет. Вот я пришла. Да. Я к ней пришла. И вот у меня вопросы. То есть вот вопрос. А, снизу у меня вот был ответ. Да. И ответ я писала. Вот так вот у нас было. А потом я уже начала вот по-другому. Именно вот дата. Педиатр. Вопросы. Потом она его, допустим, взвешивает. Вес какой был. Какой рост. А, голова, грудная клетка. Ну, я думаю, ну ладно, запишу. Думаю, наверное, мне понадобится. Думаю, вдруг шапку там покупать буду. Одежду. Думаю, вдруг это мне будет нужно. Чтобы мне заново не перемерять. А то вдруг я неправильно померю. Дим. Вот. И вот они. То есть вот вопросы, ответы. Здесь ответы пишу. А здесь вот ее рекомендации всегда пишу. Куда, каким врачам нам надо сходить. Что у них там спросить. Вот. Там. Какого числа в следующий раз приходить. Там. То есть вот она. Там. Такая вот тетрадка у нас. Большая, большая, большая. И она вот недавно, буквально эта тетрадка у меня закончилась. А вот она. Вот здесь уже. Господи, да что ж такое. Вот здесь я уже приклеила другую. У меня другая. То есть идет здесь одна тетрадка. Которая закончилась. И тут уже новая. Отдельно разделять я ее не захотела. Потому что. Потому что я потом потеряю вот эту. Я себя знаю. Как бы я ее там не укладывала на правильное место. Я ее все равно потеряю. И тут у нас вот уже пошла новая тетрадка. Уже мы не так часто ходим. Ну вот они вопросы. Здесь ответы. Кого нам надо опять же так же посетить. И вот здесь пошли у нас новые вопросы. И вот тут вот тоже я чего-то там записываю. Вот. То есть новая тетрадка уже началась. Вот. И пока я тут жду. Короче, Дима отказался заниматься. Я вот тут вот смотрю книжку. Букварь. Большой букварь. Это мы, кстати, покупали недавно. Здесь какая, смотрите, она красивая. С рук покупали. Там девушка продавала его, по-моему, рублей за 200. Здесь какой? А, дата? 98-й год. Вот я люблю, кстати, книжки до 90-х годов, до 2000-х, наверное. Вот, смотрите, вот такая вот книжка. Здесь, кстати, так вот вообще классно. Слоги. Все вот так вот. Здесь какие-то задания, смотрите. Такие вот. Вообще прям классные просто книги. Просто шикарные. Вот они. И здесь есть картинки прям классные тоже. Я вспоминаю себе в детстве, как я любила пересматривать картинки. Вот эти сидишь, я помню, смотришь, что-то представляешь. И сейчас вот сидишь, снова смотришь эти картинки. И пытаешься что-то вспомнить, что же там я представляла в детстве. Ну, конечно, у меня была другая книжка. Моей книжки, кстати. Вот это, кстати, бык. Такой. Ну, видно, что это бык, но похож на корову немножко. Как-то рогами похож на корову, а вот тут бык. Пытаешься вспомнить, что же я тогда в детстве представляла. Или вот тоже, смотрите. Какие-то маленькие животные. И что-то здесь нужно увидеть, раскрасить. И здесь, например, вообще прям классно. Сидишь, вот думаешь, жираф как будто бы там где-то за лесом идет. Тут девочка там с корзинкой, зайка, лягушечка сидит. Вот, блин, такие картинки, они такие добрые, красивые. Такие они классные. Здесь вот пчелка или кто-то там. Девочка. Вот тут тоже вам какие. Они такие добрые. Вот мне очень нравятся книжки именно до 90-х годов. Жук. Сейчас я еще найду, покажу вам. Вот это мне уж прям очень просто понравилось. Эти прекрасные барашки. Посмотрите, какие они симпатичные. Такие у них здесь причесоны сверху. Вот здесь вот тоже вот лапки такие. Вот тут вот тоже. Блин, они такие классные. Мне так понравились они. А самое интересное то, что они довольно легко рисуются. Вот так, если подумать. Там как маленькое облачко. Да, вот тут вот. Тут чуть-чуть. Или вот здесь. Вот смотрите. Классно как. Тут голуби, да. Тут они кур, кур кричат. Ворона. Кар, кар. А тут главное меня больше всего, знаете, поразило. Вот он человек, да. И табуретка с его рост. Ну почти, да. Ну да, почти. С его рост. Я вот думаю. Вот что значит все-таки эта сказка. Думаю, вот так если по большому счету подумать. Думаю, как он вообще залез на эту табуретку. Если табуретка с его ростом. Думаю, что он по этой вот штуке полз. Да, тут он дрелью. Озеро, собачка, свинья. Блин. Вот сидишь вот так вот это все вспоминаешь. Вспоминаешь свое детство. Там какая-то маленькая картиночка. Так классно. Дима. Или вот эта вот картинка. Корова, главное, лежит в тарелке вместе с фруктами. Блин, это так классно. Сначала когда увидела, думала, что за фигня тут вообще какая-то. Как корова может лежать в тарелке. А сейчас вот сидишь, смотришь. Думаю, блин, так красиво это. Такая тарелка. Тут корова лежит. Ну тут задание найти, что здесь неправильное. Вот. ft. И розочки, так и корова. У нее такая мордашка. Миленькая, такая симпатичная. Ромашечка здесь. П tallestка, есть губаете дрель вообще такой з hearty- HASG.